Привет, друзья! Этот ролик продолжение предыдущего, где я делал бензиновую горелку. На этот раз в качестве топлива я буду использовать газ. Ну а ссылку на предыдущий ролик я оставлю в описании. У меня давно валялась вот такая горелка. Я ей не пользуюсь, и поэтому попробую ее переделать. Ломать хорошую вещь не буду. Аккуратно разберу и удалю лишние детали. Также мне понадобится два инсулиновых шприца. Шприц на 5 мл. Грелка, которую я изготовил в предыдущий раз. И вот такая вот штука от капельницы. Изготавливаем переходник. Заполняем боковые пустоты. Ну а герметичности мы добьемся с помощью вот такой вот изоленты, которая через минуту превратится в цельный кусок резины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заметьте, что в этом варианте запольная пружина имеет диаметр меньше, чем отверстие основной иглы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как в этой горелке будет два параллельных давления, чтобы избежать попадания газа в компрессор, нужен обратный клапан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такую малышку можно раскочегарить до полторы тысячи градусов Цельсия. Но пламя получается очень нестабильно. Нужна сноровка, чтобы определить необходимое соотношение воздуха и газа. Я думаю, это не последний вариант. Есть еще над чем поработать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне говорят о мобильных газовых карандашах. Это не совсем корректно, так как карандаш при всем желании не даст такой температуры. Повторюсь, такая горелка подойдет для ювелирных работ. Тогда, когда паяльник оказывается очень слаб, а горелка, одевающаяся на баллон, чересчур мощная. Ну вот вроде бы и все. Лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч, друзья! Здоровья вам и вашим близким! Субтитры подогнал «Симон»!